Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы смотрите первое видео авторынок. Если вы еще до сих пор на нас не подписались, рекомендуем это сделать на канале. Масса полезного и интересного о том, что касается выбора и покупки поддержанных авто. В том числе и обзоры на автомобили в различных форматах. Ну а если интересуют машины в наличии, наши вакансии или какая-то еще дополнительная информация о компании, все это смотрите на нашем сайте. Ссылочки будут в описании. Три наиболее популярных кроссовера на российской вторичке в плане моделей это Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Nissan X-Trail. Эти автомобили похожи по своим типоразмерам и даже по мощности и объему агрегатов под капотом. Соответственно, когда-то эти автомобили конкурировали, будучи новыми, ну а в настоящее время борьба разворачивается уже на вторичке. Сегодня мы поговорим про Nissan X-Trail, а именно про его практически самую современную третью генерацию. О том, на что надо обращать внимание при выборе поддержанного кузова Т32, о его преимуществах и слабых местах в нашем сегодняшнем обзоре. Встречайте! 32-й кузов X-Trail появился в 2013 году. Это в мире, а в России с 2014, ввиду того, что компания локализовывала производство. Также на год позже эта модель в России проходила через рестайлинг в 2018 году. Что касается линейки агрегатов, с которыми X-Trail можно было купить на российском рынке, до рестайлинг и рестайлинг в этом плане не отличаются. Бензиновые моторы имели объем 2 литра и мощность 144 лошадиные силы и 2,5 литра 171 лошадиная сила. Был также дизель объемом 1,6, 130 лошадей и только с механической коробкой передач. Коробки, соответственно, механика либо вариатор, никаких классических автоматов на этом поколении уже не было. А по типу привода такие X-Trail могли быть как передние, так и полноприводными. Сегодня у нас на обзоре автомобиль 2016 года выпуска. Это двухлитровый вариант на полном приводе и с вариаторной КПП. Пробег этого автомобиля 101 тысяча километров. X-Trail 3-й генерации это полноразмерный кроссовер. Длина кузова этого автомобиля 4,66 метра, ширина 1,83 метра, а высота 1,71 метра. Колесная база составляет 2,70 метра ровно. А это показатель седана бизнес-класса. Снаряженная масса 1642 килограмма, а максимально разрешенная 2 тонны 60. Что касается толщины красочного покрытия, то у 32-го кузова краска достаточно тонкая. Показания толщиномера для родной краски будут лежать в диапазоне от 68-70 до 90-100 микрон максимум. Что касается оцинковки, автомобиль на некоторых элементах имеет дополнительную обработку. Это касается передних крыльев и крышки капота. Остальные кузовные панели здесь не оцинкованы. Но, тем не менее, как показывает практика, 32-й кузов довольно хорошо сопротивляется коррозии. А крышка багажника здесь и вовсе выполнена из пластика. Обзор автомобиля внутри начнем с багажного отделения. Тем более, что это кроссовер, который отлично вписывается на роль единственного автомобиля в семье. И, соответственно, хозяйственные функции для него далеко не последние. Доступ в багажник нам открывает крупная пятая дверь с электроприводом. Что касается ширины проема багажника, в данном случае она равна 107 сантиметрам по его наиболее узкой средней части. Высота от фальшпола до верха дверного проема 80 сантиметров. Длина по полу до спинки заднего сидения порядка 86 сантиметров. А минимальная ширина багажного отделения по полу 102 сантиметра. Если вам нужно увести габаритный груз, складывайте спинку заднего сидения. Делать это удобнее из салона. Дополнительных ручек здесь нет. И если вы будете тянуться через весь багажник, вы банально оботрете с собой задний бампер автомобиля. При сложенных спинках задних сидений расстояние по полу увеличивается до где-то 1,85 метра. Ну а если груз будет узкий и длинный, и вы протолкнете его до самой приборной панели, вы можете рассчитывать на длину порядка 2 метров 60 сантиметров. Что касается дополнительных интересных моментов по багажнику 32-го кузова, то здесь можно выделить несколько вещей. Плафон освещения, 12-ти вольтовая розетка на панели справа, сбоку. С левой стороны за пластиковой фальшпанелью у нас скрывается штатный инструмент домкрат. А своеобразный фальшпол с двойным дном скрывает под собой полноразмерное запасное колесо. Ну а теперь про салон 32-го X-Trail. Стилистически он практически полностью перекликается с Qashqai в кузове J11. В плане пространства здесь нет вопросов. Что касается запаса над головой, несмотря на наличие панорамной крыши, его хватает. Так же, как и запаса регулировок. Водительское и пассажирское сидения в данной комплектации имеют электрические регулировки. И диапазон их на самом деле огромен. Отодвигаясь максимально назад, при росте 1,86 м, я спокойно выпрямляю левую ногу в колени. И чтобы достать до моторного щита вытянутым носком ноги, мне приходится маленько пододвигаться вперед. Здесь также присутствует регулировка рулевой колонки, как по наклону, так и по вылету. Причем диапазон регулировки довольно солидный, хотя она механическая. Что касается опоры под локти, здесь тоже придраться не к чему удобен и подлокотник на центральном боксе, и подлокотник на дверной карте. По части клавиш и кнопочек нельзя назвать этот интерьер перегруженным. Стандартный блок управления стеклоподъемниками на двери, водительское стекло с авторежимом управления зеркалами, включая складывание. И с левой стороны от руля целый блок клавиш. Система стабилизации, омыватели фар, кнопка открывания багажника и клавиша включения-выключения зуммера, предупреждающего о том, что багажник начинает открываться. Внизу эко-режим. Подрулевые переключатели в данном случае расположены чуть дальше, чем того хотелось бы. И к ним приходится тянуться, даже с моей длиной пальцев. Но при этом переключаются они без каких-то противных пластмассовых щелчков, пользоваться ими приятно. Рулевое колесо имеет кожаную отделку. Левая сторона у нас занята клавишами управления мультимедийной системой, регулировка громкости переключения каналов. Правая сторона, круиз-контроль и телефон. Снять, повесить трубку. Штатная мультимедиа поддерживает соединение по Bluetooth. Кнопка запуска остановки двигателя у автомобиля, бесключевой доступ. Тут, собственно, штатная панель мультимедийной системы и блок климат-контроля. Климат у этого автомобиля двузонный. Левая и правая сторона регулируются по отдельности. Температура регулируется удобными крутилками, а за скорость вентилятора отвечает клавиша. И, кстати, основные кнопки управления здесь крупные и промазать по ним довольно-таки тяжело. А вот клавиши включения режима отпотевания, подогрева лобового стекла, а здесь греется именно все стекло полностью, а не только зона дворников, они мелковаты. Можно было сделать, конечно, и покрупнее. Внизу у нас 12-вольтовая розетка, USB-разъем и AUX. Также клавиши электрического стояночного тормоза, привычный селектор коробки передач с блокиратором. Ну, а за подстаканниками в центральном тоннеле шайба управления полным приводом, контроль скорости на спуске и подогрева передних сидений. Что касается комбинации приборов, здесь она практически полностью повторяет Nissan Tiano в 33-м кузове, 11-й Qashqai и Nissan Pathfinder. Шрифты крупные, приборы хорошо читаются. Указатели температуры двигателя и уровня топлива вписаны в основные колодцы приборов, а по центру большой цветной дисплей, на который, кстати, у этого автомобиля выводится еще и графическое отображение расстояния, которое сообщают парктроники. Здесь они по кругу, и спереди, и сзади, что значительно облегчает маневрирование. По части бардачков, подстаканников и прочих мест для хранения в автомобиле есть маленькая квадратная полочка, на которую, правда, не сложишь мобильный телефон, не хватит длины. Два подстаканника по центру, большой центральный бокс с еще одной 12-вольтовой розеткой внутри и крайне объемный бардачок, к задней стенке которого, в общем-то, придется тянуться. Также на потолке присутствует футляр для очков. А в дверных картах внизу очень узенькие кармашки, передняя часть которых отформована под бутылку с напитком. Что касается обзорности, а по этой части предшественник X-Trail в кузове Т-31 был на самом деле весьма хорош. У 32-го кузова с этим чуть больше вопросов. Здесь более узкая линия остекления и более высокая передняя панель. Капот у этого автомобиля даже при верхнем положении сидения не очень хорошо виден. Ограничивают обзор вперед и широкие передние стойки. Так что при поворотах налево-направо в городе желательно быть повнимательнее. За ними запросто может припрятаться пешеход. Боковые зеркала довольно крупные и удобны в использовании. Кстати, они имеют функцию подогрева. Крайне полезна была бы на этом автомобиле и камера заднего вида. Но в нашем случае, как мы уже упомянули, ее заменяют парктроники. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на заднем ряду. Что касается заднего сидения 32-го X-Trail, сидеть здесь на самом деле удобно. Сидение плоское. Три человека разместятся запросто. Плюс на это дело работает и неплохая ширина салона. Тоннеля на полу здесь практически нет. Он очень небольшой высоты и не мешает размещению среднего пассажира. Угол наклона спинки можно регулировать от вертикального до максимально отклоненного назад. То есть где-то от вот такого положения, причем здесь еще остается хоть и минимальный, но запас пространства над головой, до более привычного и комфортного. При моем росте 1,86 м, я не достаю коленями до спинки переднего сидения. Когда сажусь сам за собой, запас остается и этот запас где-то 3-4 сантиметра. Причем сидение, если что, мягкое. Никаких пластиковых вставышей здесь нет. Отдельного выдвижного центрального подлокотника здесь не предусмотрено. Складывается вперед вся центральная секция. Кстати, это плюс к трансформации салона. Так же, как на Хонде ЦРВ третьей генерации, вы можете увезти здесь двух пассажиров и при этом какой-то длинный груз. Плюс, например, лыжи. А с тыльной стороны этой части заднего сидения предусмотрены еще и два подстаканника. Подлокотники на дверных картах отделаны кожей, они на своих местах. А внизу дверей есть очень узенькие кармашки, куда можно поставить, например, бутылку с напитком или большой стакан. Из удобств для задних пассажиров, пожалуй, только собственные дефлекторы вентиляции, плафоны освещения да панорамная крыша, которые здесь они тоже могут воспользоваться. Что касается агрегатов под капотом X-Trail в 32-м кузове, то для российского рынка здесь было два бензиновых и один дизельный двигатель. Бензиновый мотор, младший в линейке, это двухлитровый MR20DD. Суффикс DD указывает на наличие на моторе системы непосредственного впрыска топлива, соответственно, есть и ТНВД. Мощность двухлитрового двигателя 144 лошадиные силы. У него цепной привод ГРМ, два верхних распредвала, алюминиевый блок цилиндров, четыре в ряд. И мотор этот на самом деле весьма неплох с точки зрения надежности. Как и его старший по объему собрат, QR25DE. Это тоже алюминиевая рядная четверка с двумя верхними распредвалами, в современной версии обзаведшаяся двумя фазовращателями. Но на двухсполовинчатом моторе впрыск топлива распределенный. ТНВД там нет. ГРМ все так же цепной и все так же нет гидрокомпенсаторов, зазоров, клапанов. Мотор объемом 2,5 литра выдает побольше мощности, 171 лошадиная сила и 233 ньютона метра крутящего момента. Хотя даже самый объемный бензиновый мотор не делает из экстрейла гоночный болид. До 100 км в час он разгоняется за 10,8 секунды. В то время как двухлитровая бензинка проделывает то же упражнение где-то за 12,1. В целом и проблемы по этим двигателям плюс-минус похожие. Самая основная из которых, если вы смотрите машину с пробегом более 120-150 тысяч километров, проверяйте двигатель на расход масла на угар. Двухлитровый агрегат более склонен к закоксовываться, поскольку впрыск топлива на нем непосредственный. Хотя и один, и второй мотор не любят длительных интервалов замены маслом. И если вам повезло и вы нашли подобный двигатель, который не демонстрирует признаков расхода масла на угар, постарайтесь менять смазку не реже, чем раз в 7-8 тысяч километров пробега. Что касается ресурса цепи ГРМ, если пробег автомобиля еще менее чем 150-160 тысяч километров, беспокоиться не о чем. Если больше, послушайте работу мотора на звук, а также посмотрите сканером на предмет отсутствия ошибок по фазам. Хотя до пробегов около 200 тысяч километров цепи на этих моторах способны отработать. Дизельный же двигатель объемом 1,6 литра выдавал здесь 130 лошадиных сил, но целых 320 ньютонометров крутящего момента. Этот двигатель разработки концерна Renault-Nissan ставился не только на продукцию концерна. Им также оснащались автомобили Mercedes, правда под своими индексами OM622 и OM626. При этом X-Trail досталась более простая версия с одной единственной турбиной. Этот дизель также рядная четверка с гидрокомпенсаторами, в отличие от бензиновых собратьев и цепным приводом ГРМ. Малый ресурс цепи ГРМ на дизеле 1,6 это один из недостатков данного мотора. Выхаживает она, как правило, не более чем 150 тысяч километров пробега, а в некоторых случаях просится на замену ранее. Система впрыска Common Rail имеет в пьезофорсунке производителя Bosch, и они также являются одним из моментов, на которые нужно обращать внимание при покупке дизельного X-Trail. Пьезофорсунки, мягко говоря, нелояльно относятся к некондиционному дистопливу, а при замене стоят недешево. Из несмертельных характерных проблем для дизеля 1,6 можно отметить течи масла, на которые двигатель стоит проконтролировать чисто визуально, а также наличие на нем целых двух клапанов EGR, которые нужно поддерживать в чистом и работоспособном состоянии. В целом же, если ресурс бензиновых двигателей у X-Trail этой генерации это около 250 тысяч километров пробега до 300, скажем так, то дизельный мотор при условии использования нормального дистоплива, своевременной смены масла и нормальном обслуживании способен проехать где-то около 400 тысяч километров. Однако сочетаться он здесь будет только с механикой и полным приводом. Если же вы ищете X-Trail с двумя педалями, ваш вариант только бензин. Что касается коробок передач, то два варианта МКПП, которые ставились либо с двухлитровым бензиновым мотором и передним приводом, Индекс такой коробки RS6F94R, так и механика для полного привода с дизелем RS6F52A, эталонно надежна. Обе МКПП имеют шесть передач и работают долгое время без каких-либо нареканий, радуя четкостью включения и бесшумностью. Единственный момент, который стоит иметь в виду, что при замене комплекта сцеплений на автомобиле с большим пробегом, есть немалый шанс поменять вместе с ним и двухмассовый маховик, который стоит отнюдь не 3 копейки. Что касается вариаторной трансмиссии, то здесь ставится вариатор Jatka GF016E, та же коробка, которая стоит под капотом 2,5-литровой Тианы в версии с передним приводом, либо на 11-м Кашкае. Этот вариатор был сделан на основе старой трансмиссии GF011, из которой исчез в ходе усовершенствования степ-мотор, появились соленоиды-регуляторы, и основная проблема такой трансмиссии – отсутствие блококалибровочных значений. Соответственно, при проблемах с гидроблоком его придется менять целиком, в то время как на коробках старых поколений его можно было отремонтировать, поменяв там отдельно соленоиды. У GF016 довольно широкий диапазон использования блокировки гидротрансформатора при обычной езде, поэтому продукты износа оказываются в масле быстрее, чем это было на трансмиссиях старых поколений, и масло в таком вариаторе надо менять чаще, раз в 40 тысяч километров пробега, причем вместе с фильтрующими элементами. А также не забывать прогревать трансмиссию перед началом активной езды, особенно если на улице холодно. При соблюдении всех условий вариатор на X-Trail проедет около 200 тысяч километров пробега, прежде чем потребовать вмешательств. Ну а что касается системы полного привода, здесь она реализована стандартным для кроссоверов образом. Основной привод передний, задняя ось подключается в работу при помощи электромагнитной муфты. Вопросов к надежности этой системы у 32-го кузова нет. Как и на предыдущем 31-м X-Trail, эту машину вы можете оставить как чисто на переднем приводе, так и поставить блокировку в автоматический режим, ну либо воспользоваться режимом принудительной блокировки до 40 километров в час в условиях плохого сцепления колес с покрытием. Ну а перед тем, как посмотреть на 32-й кузов X-Trail снизу на подъемнике, давайте поговорим про дорожный просвет, каталожное значение которого для этой машины 210 миллиметров. Вооружимся рулеткой и проверим, где низшая точка и сколько до нее от асфальта. В данном случае на автомобиле отсутствует снизу защита моторного отсека, поэтому низшая точка будет здесь не под ней и не под подрамником, а под пластиковой защитой на бампере 20 сантиметров ровно. При этом края бампера, если говорить про задний край, находятся повыше в районе 23 сантиметров. Расстояние от асфальта до брызговика за передним колесом 20 сантиметров, до порога чуть больше, где-то сантиметра на 3. Расстояние до пластикового брызговика перед задним колесом 25 сантиметров, а задний брызговик находится от асфальта на расстоянии порядка 27. Банка глушителя здесь подвешена поперек, она находится чуть за габаритом задней оси, зацепиться ей достаточно проблематично, хотя она и свисает чуть ниже отметки в 27. Что касается ходовой части, у X-Trail в 32 кузове передняя подвеска это McPherson. Нижние шаровые опоры в данном случае меняются вместе с рычагами, выполнены они по заводу как единое целое. Стабилизатор поперечной устойчивости по ниссановской традиции закреплен на подрамнике, соответственно для замены втулок стабилизатора подрамник придется частично демонтировать и опускать. Рейка здесь у нас электрическая и кстати не отличающаяся особо долгой жизнью. Как правило причиной выхода из строя рейки служит влага, которая попадает внутрь через негерметичные пыльники. Так что при осмотре автомобиля, если с рейкой все в порядке, обратите внимание на то, чтобы пыль не тереть и у вас тоже были живы. Что касается ресурса компонентов подвески, хоть он здесь и не запредельный, но на пробегах до сотки, как правило, под замену отправлялись только опорники передних стоек и стойки стабилизатора. Все остальное живет плюс-минус около 100-120 тысяч. Это касается и компонентов рулевого управления, таких как наконечники, тяги и шаровых опор и, собственно, ступичных подшипников тоже. В плане антикоррозийной обработки по днищу этот X-Trail, как и большинство российских автомобилей, в целом демонстрирует неплохую картину. Здесь закрыты антикором не только пороги, но и вся центральная часть днища автомобиля. Так что дополнительной обработки, скорее всего, здесь не понадобится, по крайней мере, пока эти машины еще, что называется, не вышли в тираж и не слишком старые. Что касается изменений в архитектуре, при осмотре полноприводного автомобиля на всякий пожарный проконтролируйте состояние подвесного подшипника кардана. Если пробег автомобиля уже достаточно большой, где-то под 200 тысяч километров, есть шанс его после покупки поменять. Из хорошего, в отличие, например, от Nissan Murano в 51 и тем более в 50 кузове, у этой машины выхлопной тракт подобрали, что называется, в тоннель. Проходит он рядом с карданным валом. В задней части автомобиля пластиковый бак, его объем 60 литров и бак имеет металлическую защиту. Задняя подвеска у нас многорычажная, один большой рычаг и два поперечных. Пружина и амортизатор стоят отдельно друг от друга, что облегчает замену компонентов по отдельности. Ну а с доступом к заднему стабилизатору никаких вопросов нет. Тормоза у 32-го кузова X-Trail в круг дисковый стояночный тормоз здесь электрический и воздействует на основные тормозные механизмы. Так что при исправности электрокомпонентов приморозить его зимой достаточно сложно. Но все же рекомендуется после мойки автомобиля при очень низких температурах несколько раз хорошо оттормозиться, чтобы просушить тормозные механизмы. Таким мы увидели сегодня Nissan X-Trail третьего поколения в кузове Т32. Машина с двигателем 2.0, 144 лошадиные силы, вариаторы, полный привод, пробег 101 тысяча километров. А в год выпуска 2016-й. Если у вас был или есть подобный X-Trail, на котором вы накатали уже не одну сотню тысяч, и вам есть в чем нас дополнить и поправить, пропишите все в комментарии. Людям, ищущим себе такую машину, ваш комментарий может помочь сделать окончательный выбор. Если заинтересовала конкретная машина на нашем подъемнике, всю дополнительную информацию, включая актуальную на текущий момент стоимость, узнавайте по телефону. Он прописан в описании под видео. На нем же есть WhatsApp. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Если обзор понравился, лайкайте, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока.